Всем привет! Меня зовут Виктория, я тренер по IELTS и это видео о том, как нужно писать официальные письма IELTS. Итак, в чем разница между официальными и неофициальными? В официальном письме такой же объем, да, то есть 150 слов плюс, но набивайте руку на 160, на всякий случай. Дальше мы не используем сокращение I'м, нельзя, мы пишем I'm полностью. Мы не используем каких-то фразовых глаголов, сленга, неофициальный язык и так далее. Мы используем такие более официальные фразы would you, could you, пассивчика побольше желательно. Итак, в официальном письме, так же как и в неофициальном, самое главное это понять тему, кому и зачем мы пишем. Например, You and your family are living in rented accommodation in an English-speaking country. You are not satisfied with the conditions of some of the furniture. Write a letter to the landlord. Да, то есть я живу с семьей в англоязычной стране, снимаю жилье и меня не устраивает состояние мебели. Напишите арендодателю. И три пункта, которые обязательно нужно указать. Первое. Introduce yourself. Представьтесь. Explain what is wrong with the furniture. В чем проблема? И третье. Say what actions you would like the landlord to take. Да, что вы хотите, собственно говоря, от него. Write at least 150 words. Do not write any address. Begin your letters as follows. Dear. Три точки. Да, то есть они хотят, чтобы я написала имя. Что я делаю дальше? Я беру шаблончик, который вы можете найти в моем бесплатном курсе. Ссылочка на сайт дана под видео. Там же даны темы писем. Беру я шаблончик и смотрю. Да, это вступление. Dear Mr. Brown. Дальше первая фраза. I'm writing to. Да, то есть зачем я пишу. Первая, вторая, третья. Три абзаца, три пункта моего письма. И завершающая фразочка. If you require any further information, feel free to contact me. I look forward to hearing from you as soon as possible. Sincerely. Виктория Черкасская. Напоминаю, что если мы пишем имя. То есть Dear Mr. Brown. То мы им пишем sincerely. Да, то есть спасибо, что лицо показали. Если же мы пишем Dear Sir Madam. То есть не знаем, кому мы пишем. Мы пишем faithfully. Итак. Что же у меня получилось. Первый абзац. Я представилась или объяснила, зачем пишу. Второй абзац. Объясняю, что же не так. Мы и моя семья. Мы живем в доме. и у нас уже есть много места с другими обkea раздражения, которые считаются опасными в настоят для здоровья мира. 首先, в центре беда в льдах у мастера будет внутри абсолютно отсуток, как у мастерска много поток и болевого положения в это, и как у меня спины? второе, в кабинет и в кишечни они полностью закрыты , и в холодной slept, Да, то есть я рассказала, пружины у меня из матраса торчат, ручки отваливаются от шкафчиков на кухне, и стол у меня шатается, в общем, ай-яй-яй. И третье, что я от него хочу. И я expect the cabinets и the table to be fixed as soon as possible. Furthermore, I have an earnest request to buy a new mattress due to the fact that the one in the bedroom is completely unusable. We have already paid for one month in advance, however, due to the current condition of the furniture, we are not going to continue our rent unless you take urgent actions. Да, то есть объяснила, чини или выйдем. И завершающие фразочки. Итак, для того, чтобы получить побольше баллов, я использовала как можно больше перфекта. То есть, I have been leaving, I have already found, we have already paid. Пассивчик, matter will be resolved, cabinets will be fixed и так далее. Слов-связок побольше, покрасивее. For the more, more over, however, due to the fact that. И, конечно же, выражение. Выражение with regard to, you're immediate pay, you're immediate attention. Что там еще? Earnest request, это настоятельная просьба. Matter will be resolved, look forward to hearing from you и так далее. Итак, если, ага, ну и конечно же, синонимы, как можно больше перефразировать, то есть не повторять слова из темы и не повторять те слова, которые вы уже использовали. То есть синонимы, вот особенно вот эти всякие unsuitable, unacceptable, unusable, да, то есть фу-фу-фу. Итак, больше фишек и отработок вы найдете в моем полном курсе, ссылочка на сайт дана под видео. Обязательно подпишитесь на YouTube, Facebook или ВКонтакте, для того, чтобы иметь доступ к материалам бесплатного сайта. Не забываем ставить лайк, увидимся в следующем видео.